Второй год подряд огород Алены Боратовой превращается в болото. Хозяйка надеется, что хотя бы к лету трясина высохнет, иначе чем питаться зимой. Такие лужи в нескольких десятках дворов, но в отчетах местных властей картина совсем другая. Они говорят, что у нас по Шипуново затоплено только шесть домов. Я это видела интервью по телевизору. На самом деле, только по нашей улице шесть домов. Не считая Чапаева, не считая Заводской, не считая коммунальная у нас вся плавает, переулки, Ленинский, Почтовый. Этой весной Шипуновский район стал отопить уже в начале апреля. Снег растаял, но уходить ему некуда. Земля пропитана грунтовыми водами. Вслед за огородами затопила погреба, затем вода зашла и в жилище. У Алены Боратовой вода в доме поднялась на 20 сантиметров. Мебель испорчена, стены сырые и прогреть их, увы, невозможно. Печка, сама железная колодца, все повело, они сырые, она дымит. Мы печку затопить не можем. Мы спим одетые. После паводка прошлого года ее дом так и не просох. Но тогда местная администрация выплатила хотя бы какую-то компенсацию. Затопленный участок оценили в 2000 рублей, ремонт затопленного дома в целых 15. В этот раз помощи не будет даже такой. Нам ответили, что в районе денег нет, компенсации никакой не будет. Муниципального жилья чисто в Шипуново для переселения нет. Предложили на выбор переселяться в деревню Красный Яр и Нечунаево. Но талые воды еще не вся беда. Они вновь поднимают на поверхность нечистоты. Вот так по Первомайскому переулку ручей течет прямо в канализационный колодец, который переполняется и все плывет уже по улице. 40 сантиметров до верха не хватает. Естественно, это все через верх колодца и по площади разливается. Участок Петра Кузнецова тоже топит. Наученный опытом, в этом году он решил не ждать помощи. Для целой улицы приобрел и сам установил дренажный насос. Местным властям осталось лишь подключить его. Но, по словам мужчины, уже две недели от главы поселка ни слуху, ни духу. Вместо насоса восьмой день воду качает пожарная машина, ежесуточно сжигая 400 литров солярки. Вообще, по всему Шипунова курсирует не меньше 11 единиц техники. Но этого очень мало, жалуются жители. Ждать приходится по три дня и смотреть, как огороды заполняют в нечистоты. В станции нет никого. Это по лету в прошлом году. Приезжали они, а это весной никого нет. Спасением для села, считают жители, могла бы стать система каналов водоотведения, разработанная еще в 90-е, но так и не доведенная до ума. Тогда успели вырыть ров длиной в 7 километров, который сейчас и уводит часть воды в реку Аллей. Достроить систему и оборудовать каналы насосами помешала перестройка. Бумаги с проектом, рассказывают шипуновцы, случайно нашли в прошлом году. Два месяца назад сказали, что проект выставлен на торги. Но до сих пор телодвижения мы пока не увидели. Глава шипуновской администрации Николай Рыбаконенко утверждает другое. То, что вот на советские времена вы ссылаетесь, там проект его назвать, наверное, громко, что это был проект. Но была подготовлена техническая документация. Поменялась тектоника, поменялась геология, изменилось территориальное планирование. В этом году мы сейчас будем выходить на проектные работы. Примерно попадают около 16 улиц в восточной части райцентра Шипунова. Как нам пообещал глава поселковой администрации Сергей Уколов, сегодня на улице Шукшина должны подключить насос для круглосуточной откачки воды. Но это лишь на одной улице. Жителям других пока, по всей видимости, придется тонуть. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.